Так, все, друзья, я начинаю сборы. Вот это я уже упаковала. Это мой овощной рюкзак, в смысле походный, не походный. Он называется хозяйственный. Вот, мой хозяйственный рюкзак, но я беру его с собой. Я уезжаю. Все, я уезжаю. Я не могу больше идти в Москве. По Подмосковью объявили конец пропускам по Подмосковью. И мы уезжаем за город. Ну все, мы наконец-то выехали и держим путь в сторону леса. Доброе утро, ребята. Вчера мы приехали очень поздно, ночью. Мы что-то пообщались быстренько с хозяйкой дома. И, ой, какая штучка прикольная. Это, скорее всего, от Гордин. Так, ладно, отвлекать. Пообщались с хозяйкой дома и пошли бы это спать, потому что я не хотелось спать. Сегодня будет интересный день, как и думала я. Но вы знаете, погода, блин, погода представила нам просто подставу. Сейчас идет ливень. Просто ливень стеной. Он шумит вот прям шшшшш. Я даже слышу по крыше. И что? Я думала, что у меня будут прогулки по озеру, прогулки по лесу. Ну ладно, ничего страшного. Посидим в загородном доме и понюхаем этот охрененный воздух. Потому что, когда я вчера вышла из машины, а в машине был запах Москвы, да, вот, я вышла из машины, это был сладкий запах трав, природы, чистого воздуха. Господи, я так давно не нюхала такой воздух. Правда, такое ощущение, что в воздухе побрызгали просто ароматизатор, природа натуральная. Сейчас я вам покажу придомную территорию, беседка, ой, вернее, веранда, в которой можно пить кофе, беседка, в которой тоже можно, конечно, пить кофе, сидеть, наслаждаться. Там есть мангал, вот, и там лес, в который можно было бы пойти, если бы не дождь. А сейчас я вам покажу дом бабы Яки. Слушайте, как поют птицы и шумит дождь. Красотища. Так, у нас партийное утреннее задание, надо покормить собаку, Люсю. В общем, надо как-то добыть корм. Так, корм добыт. Пойдемте высыпать корм. Так, корм высыпан. Квест продолжается. Так, надо проверить, нет ли там пауков в ботинках. Сухие. Ой, они холодные. Ладно, пойдемте с вами. Вроде бы... Ай, капает. Капает. В общем, идем выпускать Люсю, на самом деле. Здесь прям отлично подходит. Люся, Люся, я тебя боюсь. Я боюсь Люсю, потому что она прыгает. А я во всем домашне. Ну, что, попробуем выпустить собаку? Так, сейчас будем снимать Люсю. Она вот тут вот. Вольерчики. Ну-ка. Давай. Ой, стой. Тихо, тихо. Давай. Кушать. 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 Бегом. Кушать. Давай кушать. Бегом гулять. Гулять, гулять, гулять. Бегом. Лёся, приятного тебе аппетита. Вкусненько? Давай, молодец. Кушай, я тут разуваюсь. Марина Квест пройден. Это елка Фекла. Она называется по-правильному подушковая ель. А Фекла это ей дал имя мой сын, Санька, который мне ее подарил 4 года назад. Вот, соответственно, за 4 года она подросла где-то в 2 раза. А это на ней огонечки. Ага, ух ты, я вижу, вот они. Можно ночью включить, будет светиться. Вот, и каждый год она дает такой прирост. Это вот в этом году эти нежненькие беленькие штучки. Вот эти шишечки распускаются вот в такие, а такие дают, соответственно, прирост веточек. Ага. Подушковая, потому что она такая кругленькая, как подушка. Да, она симпатичная. А она высокая выросит? Ну, я думаю, на среднем будет. Какой у тебя газон густой, Марин, ты его засеивала? Ну, потеила, конечно, да. Прикольная. Она из леса. Ага. Обратите внимание, что она синяя. Вижу, голубая. Голубая. Да, при всем при том, что она никакая ни питомника, ни садовая, реально выкопанная в лесу и оказалась вот такая единственная, причудливая. Она была сантиметров двадцать от земли. Ух ты, выросла как. Ну и да, она сейчас, видишь, какой все больше и больше дает прирост. Вот эти красивые. Это, ага, зацветает. Такие сиреневые. Это яблоня, декоративная краснолистная. Вот у нее цветочки. Вот она круглый год с такими красными листьями. Круглый год зимой тоже? Нет, нет, я имею в виду все лето. То есть красные листья, они так осенью. Но они дают такие красные пятна. У меня еще много почему-то красных растений оказалось. Но они живописненько смотрятся. Да, живописненько. Это кусты спирея. Она скоро расцветет. Вот у нее бутончики. И вкусно пахнут, да? И они посыпаны белыми мелкими цветочками. Очень красиво. Сирень. Сирень уже пахнет прям. О, балдеж. У меня очки в каплях. Так, тоже красные. Да, это тоже кусты Бориса. А вот это из леса я набрала в прошлом году землянику. И вот она прекрасно себя чувствует. Разрастается, но ее Люся объедает прям листиками. Ага. Давай заварим чай с листьями земляники. Делаем сегодня, да. А что еще можно почикать, чтобы сделать травяной чай? Травяной чай. Можно почикать несколько вишневых листиков. Но их мало, лучше их не чикать. Но можно почикать клубничные листы потом. Да, клубнику, землянику. Потому что у меня клубника такое впечатление, что дикая. Уже дичавшая, вернее. Я ничего с ней не делаю. Как кошка. Да, да, как кошка. Ну вот она тем не менее пытается что-то там свести. Наверное, будет даже плодоносить. Посмотрим, что с ней будет. Ну вот из нее можно чай. Мне так нравится, что у тебя грядки оформлены вот такими вот деревяшечками. Это так красиво. Мята. Вот, отлично. Мята есть. И черная смородина. Отлично. Все. Чай будет готов. Кстати, Настя подобрала кучу зелени, кучу салата. Ну то есть такого, что ты можешь высыпать и буквально... И она смотрела, что там через 18 дней, допустим, редиску у тебя через 18 дней уже зайдет. Хорошо, я попробую в открытый грунт посадить и в теплицу тоже. Настя очень хотела приехать, но у нее не получилось. Ее забрали, у нас рабочие дела. Но, как вы видели уже, что Настя накупила кучу семян. И вот Марине мы их передадим торжественно. И я думаю, у нас сейчас созвонит и сама расскажет, как их сажать. Если Марина не знает. Хотя, вряд ли, конечно. Я не знаю того, чего Марина не знает, скажем так. Вот, супер. Очень крутая беседка. Беседка для релакса. С качельками. Ой, а тут особо не покачаешься. Что тебе не покачаешься? Стол. Вот, точно. Вот, вау, супер. Да. Ну, вообще-то это так же сиденье. С большой амплитудой. Колебания. Самовырос. Так, сам приполз, да? Это я посадила неделю назад. А вот эти, смотрю, эти маленькие беленькие цветочки, они растут в некоторых местах участка самостоятельно. Я их выковыриваю и сюда присаживаюсь. Да, потому что там я их скашу. Ага. Это теплица. Это её каркас. Поликарбонат. Поликарбонат. Как, знаете, карбонат. Сосисочный карбонат. Вернее. Для полива, который будет устанавливаться, для капельного. Она даже... Да, это брус на обвязку. То есть будет, ну, по периметру будет брус. Люси нравится. Да? Тебе нравится она вытеплиться? Сидите за руками. Да, сейчас мы переключим на полный приют. Потому что после дождя дорога раскисшая, чтобы мы не улетели с тобой. Мы будем ехать на четырёх колёсах, да? Мы будем ехать на полном приюте, да? Правильная машина для неправильных дорог. Ой, это не то, что... Покажи, какая машина. Это не то, что мы... Вот. Это не то, что мы с Кариной тащились еле-еле-еле по этой... Как это называется, когда... Грунтовка, да? Грунтовая дорога. Грунтовая. Как? Грунтовая. Грунтовая. Я же не могу вопрос задать. Потому что вот такая дорога, смотрите, какая дорога. Самое интересное, честно, в нашем ралли. Как тебе, кстати, эта машина после... У тебя же был джип до этого? Да, чероки был. Как тебе сейчас новый? Иссу. Где Макс? Иссу, Девакс. Мурав ездит. Я довольна, честно скажу. Я просто, если... Ну, во-первых, зима, весна, осень, когда снег, грязь. Ну, и летом после дождиков включаю, не забыть включить режим. Полный привод. И дальше я по этой дороге на машине езжу 80-100. Ну, 100 в хорошую погоду. И, конечно, это мне никто не мешает, чтобы никого не смутить, не обидеть. Потому... А так, если дорога свободная, то я туда попал, и 100 километров она легко. Я эти 10 километров этой дороги на машине обычно в нормальную погоду пролетаю где-то, ну, минуты... Ну, пять. Пять минут. Забыла сказать, что мы выехали в магазин. Сейчас я выхожу в магазин. О! Из машины надо выпрыгивать. У меня очки потеют от маски. Мы закупились, затарили целую машину в обе стороны. И едем домой. Сейчас уже шестой час. И, конечно же, нам хочется есть. Пить. И пить, и есть. Будем сейчас вкусненько готовить. Посмотрите, какую странную клубнику. Подожди. Посмотрите, какую странную клубнику мы купили. Это какие-то клубничные ножки или клубничные ручки. Марина вообще сказала, что это какая-то коронавирусная клубника. Ребята, вы знаете, что это за сорт клубники? Расскажите, пожалуйста. Может, я так расплющила? Где-нибудь она росла в расплющенном состоянии, чтобы меньше места занимало. Это в фикс-прайсе. Купленный проращиватель семян. Очень интересная штука. Потому что вот семена огурцов. И сейчас мы будем пытаться их прорастить. Чтобы посадить потом в теплицу. Первый шаг. Разместите на дне корзинки подложку для семян. И налейте чистую воду комнатной температуры, чтобы она полностью закрывала дно корзинки. Второй шаг. Наполнение разноц... Наполнение равномерно распределите семена на дне корзинки. Так, ага. Дальше. 12-24 часа. Сейчас. Третий шаг. Замачивание. Закройте проращиватель крышкой на 12-24 часа. По истечении времени крышку необходимо убрать, а уровень воды уменьшить до дна корзинки. И четвертый шаг. На солнышке проращивание. Установите проращиватель в теплое место с максимальным количеством солнечного света. Так, у нас получились такие кучки проращивателя. Я их все подписала на фотографии, чтобы запомнить, где что. Вот у нас мусорные пакетики валяются. Все, конец длинного, моего длинного дня. У вас-то все это прибежало очень быстро. Я очень хочу спать. Так что всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И будет еще очень много всего интересного. И встретимся с вами в следующем ролике. Завтра я тоже буду снимать. Пока-пока. От сердца к сердцу. Пока-пока. 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 Пока-пока.